Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин продолжает падать с тех пор, как я всех предупредил. Был 65 тысяч, упал на 58, многие уже позапрыгивали в лонги, но биточек, похоже, продолжает падение. Это мой телеграм-чат, трейдеры общаются, капитализация рынка 2,18 триллиона долларов, индекс страха и жадности в зоне страха, и цена биткоина 59 тысяч. Сильное падение после того, как я всех предупредил. На мой взгляд, формируется очередной паттерн. Также торговые объемы падают, что, в общем-то, не очень хорошо. В этом видео сделаем теханализ биткоина, эфира. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. И что мы видим? Тесла чуток просела. Гугл тоже МСРТ. Ну, а в остальном, вроде, есть небольшой рост, восстановление. Так, открываем биткоин. 59 тысяч. Не очень, конечно, картина оптимистичная по биткоину. На мой взгляд, тут формируется, если мы так проведем, что-то вроде медвежьего флага. На самом-то деле. Это на часовом таймфрейме. Давайте лучше с недельного начнем. На недельном. Биткоин все еще в бычьем флаге. А также здесь огромная чашка с ручкой. И когда это падение закончится, то можно ожидать хорошего роста. Массивная чашка с ручкой, смотрите. И также массивный бычий флаг. На недельном. Флагшток и полотно флага. Но сейчас биткоин корректируется. Криптогуру бот все еще держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года. Пока что не перевернулся в продажу. Этого бота вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Биткоин индикатор бот давал сигнал на покупку, затем дал сигнал на продажу. И пока что держит. Стохастик и RSI направлены вниз на недельном. Но как пользоваться индикаторами я обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. На дневном. Стохастик тоже идет вниз. Но цена так сильно не падает. Это хорошо. У нас тут был паттерн, который уже отработал. Это восходящий клин. Там я продал и всех предупредил. И биткоин упал. Вышел вниз из этого клина. Отлично отработала фигура. И теперь формируются новые паттерны. Посмотрим, что за паттерны. Восходящий клин. Отработал. А теперь у нас что? Новый паттерн формируется на биткоине. Трендовая линия. Канал. Это канал. Но канал медвежий. Потому что он восходящий. Восходящий канал вот так работает. Чик-чик-чик. И чик. Как правило. Так что восходящий канал на графике. Уровни поддержки 56-54. И вчера я там ставил ордера на покупку. Но что интересно. Nvidia выпустила финансовый отчет. Отличный такой. Хорошие показатели. Рынок упал. Nvidia упала. На 8%. И биткоин не помпанул. Все ожидали, что если Nvidia выпустит хороший отчет, то рынок отреагирует позитивно. Это интересно. Стохастикой RSA идут вниз. Давайте теперь на 4-х часовом. Что мы видим на 4-х часовом таймфрейме? На 4-х часовом у нас вот что формируется. Бычий вымпел. Медвежий, извините. На самом деле. Похоже на медвежий вымпел. Да, эти уровни поддержки актуальны. 56-54. Есть небольшое увеличение объемов. Но 56-54. Можно ожидать. 54-800. Но если прям какие-то совсем плохие новости выйдут, то тогда актуально еще и 48. На часовом что? Медвежий вымпел тоже. Я вижу. Здесь. Вот он, медвежий вымпел. Но также формируется нисходящий треугольник. Торговые объемы начинают расти понемногу. Так. Посмотрим, конечно, как пойдут дела. Я, честно говоря, думаю, что такое может произойти. Пойдем к уровням поддержки. Не вижу какого-то уверенного отскока. Так что заявочки мои на 56-54 тысячи. Там можно подбирать биткоин. Первое на 56 с плотным стоп-лоссом. Можно поставить и рассчитываем на рост на бычьем рынке. Соотношение риск-прибыль 56-15. Риск. Не нужно столько рисков? Давайте поправим. Цена входа 56-264. Стоп-лосс на 56-825. Риск 439 долларов. Заработать можно 49 тысяч. С десятом плечом заработаете 490 тысяч долларов. Еще, ну где вы можете так зарабатывать? На каком рынке? Это первая торговая идея. Более безопасный вариант это зайти на поддержки на 54. Тоже со стоп-лоссом. Не забывайте. И та же цель по тейк-профиту. Здесь соотношение 94. Риск 543 доллара. Заработать можно 51 500. В расчете на один биткоин. Без плеча. С десятом плечом заработаете полмиллиона долларов. По первой торговой идее. Соотношение риск-прибыль 111. 439 риска и 49 тысяч прибыли. По этой риск 543, а заработать можно 51 500. Вот две такие торговые идеи, которые можно открыть на биткоине. Прекрасно. Теперь перейдем на мой торговый аккаунт. Но сначала напомню, что под видео полезные ссылки. Регистрируйтесь на Байбит. Получайте бонус до 60 тысяч долларов. И так же надеюсь, что вы подписывались на аирдроп доксов. Вы могли получить до 10 миллионов доксов в этом аирдропе. Вчера меня там, кстати, благодарили. За то, что поучаствовали в этой промо-акции от Байбит. В общем, регистрируйтесь на Байбит. Получайте разные бонусы. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Вы учитесь в теханализу. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму. Почитаем теперь ваши комментарии. Секундочку. Как это Байнанс может закрывать аккаунты? И никому ничего не говорить. Это же абсолютный криминал. Это ужасно. Что там случилось-то на самом деле? Байнанс закрывает аккаунты палестинцев. А это ужасно просто. Это по запросу Израиля и Америки. Поэтому они и Сизи закрыли. Америка прессует прям Байнанс. Самым ужасным образом. Думаешь ли ты, что это последнее падение биткоина перед ростом? Нет, я думаю, что мы все-таки пойдем ниже. Освободите Павла Дурова. Павел Дуров – это основатель Телеграм, которого задержали во Франции. Трансплантируй кусок бороды на голову. Сбалансируйся. Да мне нравится то, как я выгляжу. Это прекрасно. Привет, Джеймс. Почему ты веришь в Доджкоин? Да потому что Илон Маск поддерживает. Самый богатый человек в мире. Вот почему. И он постоянно твитит что-нибудь про Доджкоин. На прошлой неделе вот тоже твитил. А еще, кстати, слухи ходят. Прямо сейчас Твиттер, который экс, он собирается проводить финансовые операции в 36 штатах. Если вы погуглите, вы найдете очень много информации об этом. Я говорю об этом уже с 21 года еще, когда Доджкоин стоил еще 0,003. Я покупал Доджкоин. Затем Илон сделал анонс. И как я и предполагал, Доджкоин полетел вверх на 75 центов. Кто, кстати, помнит об этом? Напишите в комментариях, кто тогда торговал вместе со мной. Как говорится, покупай на слухах, продавай на новостях. Привет, Джеймс. В предыдущем видео ты сказал, что сделаешь какую-то скидку на свои курсы. Я начинающий инвестор и хотел бы купить твои курсы. Сейчас это для меня чуток дороговато. Команда уже организует. Это дело. Очень тоже интересное сообщение, но длинное. Почитаю его как-то потом. Ты невероятен. Сработал жирный ордер на покупку. Нападение. Купил еще. Волны лета явно поломались. Этот чувак все предсказывает, каждое падение. Джеймс, ты лучший. В Штатах ты бы замахался платить налоги. Они съедают всю прибыль. Пообщайтесь с своим налоговым консультантом. Зарегистрируйтесь в какой-то лояльной налоговой юрисдикции. Спасибо, Джеймс, ты лучший. Мне не важно, кто там что говорит, но этот чувак реально Нострадамус. Спасибо. Ну и в общем много других подобных комментариев. Теперь давайте посмотрим Эфириум. Что там происходит? Эфириум, 2500 долларов. Нужно больше информации, чтобы понять, где там дно. О, Эфириум-то, смотрите. Тоже вышел вниз из этого восходящего клина. Ровно так, как я и предсказывал. Отлично отработал. И подошел близко к моей заявке на покупку. На 2300 долларов. 2316. Давайте посмотрим еще на недельном таймфрейме. На недельке. Нужно пересчитать волны Элиота. Честно говоря. Тут-то все поломалось на этом падении теперь. Стохастик и РСА идут вниз на недельном. На дневном тоже направлен вниз. И объема, конечно, недостаточно. Честно говоря, я бы оставил эту торговую идею. Очень близко-то опускался уже Эфир. К моим заявкам. Но может пройти еще ниже. На 2090, где я купил Эфир в прошлый раз. Перейдем на мой торговый аккаунт на Bybit. Я вам покажу. Здесь у меня 609 тысяч долларов. В биткоинах это 10,3 биткоина. На этой неделе за 7 дней было 598. Но теперь 609. Получается 11 тысяч долларов за неделю. Это мои трейды на биткоине. По какой-то причине не показывает. Мои сделки. Гениальные. Херово. Я биткоин продал по 64. И у меня стоят ордера на покупку. На 10 биткоинов по цене 54,800. Жду падения. Хочу подобрать на 54. Также мои ордера на покупку на споте. 0,2 биткоина по 56,500. Доджкоин по 0,053. 0,74 и 0,81. Юнисвап по 4,70. 3,80. Эфириум на 2098. Юнисвап 5,40. Биткоин по 54. Эфириум 2,300. И ворлдкоин по 98 центов. Такие ордера я расставил. По 2,300 хочу взять 10 эфиров. 3 биткоина по 54. 2000 июня. Сейчас я в основном в USDT. На 405 тысяч у меня USDT. Покет на 7000. Юнисвап на 5000 долларов. На 5000 эфира. Давайте посмотрим на доджкоин. Потому что спрашивали, кстати. Вчера Nvidia выпустила отличный отчет. Рынок вверх не рванул. Nvidia наоборот упала. На 8%. Все ожидали, что будет рост на рынке. После такого прекрасного отчета. Ну а на доджкоине вы видите огромный нисходящий треугольник. Вот так он работает. Внутри давление, давление. И выходим вверх. Но не вышел он из этого треугольника. И сформировал медвежий флаг. И теперь похоже может пойти еще ниже. На 0.07. Еще раз напоминаю, что под видео полезные ссылки. Регистрируйтесь. Бла-бла-бла. Всякое такое. И теперь твиттер. Растет у меня твиттер. Я стал виральным. Меня вывели из теневого бана. Я уже не в бане. Теперь все видят мой аккаунт. Мои посты. Мою ленту. Все видят. Публика реагирует. Я заработал на этом падении благодаря тебе. Спасибо. Пожалуйста, Арчер. 70 человек лайкнули этот пост. Ты меня спас, бро. Отлично. 102 человека лайкнули этот пост. Покупать биткоин или подождать, пока упадет на 54? Это как я продал биткоин и всех предупредил. Тогда стоил еще 63 тысячи. Потому что я увидел медвежий флаг. Покупать ли биткоин прямо сейчас или подождать, пока упадет на 54? Важно придерживаться стратегии. В прошлый раз ты перезашел слишком рано. Приятно видеть, что мы думаем одинаково. Я нарисовал такой же чарт. Всегда усредняйтесь. DCA прекрасная стратегия. Если вы не очень хороший трейдер, то для вас подойдет. Купи половину сейчас и половину, когда упадет на 54. Тоже хороший совет. Слишком поздно ты упустил последний шанс. Никогда не бывает слишком поздно. Всегда будут новые шансы. Такие комментарии. Ну и на этом все. Всем спасибо, что посмотрели это видео. Показал вам ордера, которые я расставил вчера. Жду пока исполнятся. Буду торговать аккуратно. Потому что Nvidia выпустила потрясающий отчет о доходах. А затем упала на 8%. Видимо рынок ждет ноябрьских выборов. Я поставил ордера ниже. Буду ловить какие-то проливы на рынке. Спасибо, что посмотрели. И увидимся с вами завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова